Вообще чеснок придает любому блюду, то ли салату, то ли борщу, определенный вкус, запах, а главное бодрость. К чему бы это я? Именно чеснок и герой нашей сегодняшней рубрики «Продукт дня». Ну, должен сказать, что чеснок высоко ценится людьми не только как продукт питания, но и как лекарственное средство. Я знаю, между прочим, порядка 20 различных народных рецептов с чесноком. Да? Да. Говорят, что чеснок помогает от простуды, но это знают практически все. Говорят, что чеснок помогает от гипертонии. Говорят, что чеснок является хорошим средством профилактики онкологических заболеваний. Но наиболее распространенный рецепт – это, конечно же, настойка чеснока как средство для лечения атеросклероза. Многие считают, что под действием этого чудесного средства просто растворяются холестериновые бляшки на стенках сосудов, и они снова становятся молодыми. Так ли это на самом деле, мы будем разбираться сегодня. Главное, почему мы будем разбираться? Потому что к нам на программу недавно пришло письмо. Нам написала Любовь Ивановна Гопчук из Владимирской области, город Радужный. Что она пишет? Уважаемый Сергей Михаил, подскажите мне, правильно ли я поступаю? Дело в том, что мне поставили диагноз атеросклеротические бляшки в сонных артериях. Сказали, что если вдруг бляшка оторвется, то у меня будет инсульт. Конечно, я испугалась, но вспомнила про такой народный метод избавления от бляшек, как чесночная настойка. Стала ее пить. Прошел месяц, и я начала думать, а помогает ли она мне? Посоветуйте, что делать дальше. Ну, мы решили не отсылать Любовь Ивановне ответ, а пригласить ее на программу. Встречайте. Здравствуйте, Любовь Ивановна. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, доктор. Вы привезли нам мгарыч? Конечно. А что это? А это настойка чесночная. Вот именно она, которую вы пьете месяц? Да, да. Я пью ее в надежде, что мне будет лучше. Можно понюхать? Можно. Даже можно и попробовать. Думаете? Да, да. Ох! Здорово. Пахнет колбасой. Правда ли? Ох! А скажите мне, откуда вы вообще узнали про эту чесночную настойку? Это старинный рецепт я узнала из газет. И от приятелей, которые ее тоже пили, пытались лечиться. Ну, а вы сразу так вот поверили, что вам это поможет? Вы знаете, верю. А давайте мы с вами разберемся, во-первых, как вы ее делаете? Вот как? Вот у нас есть чеснок. Вот у нас есть чеснок. Ага. Вот четыре головки примерно... Вот у нас есть. Вот. Очищенные. Очищенных. Четыре головки чеснока пропускаю через мясорубку. Давайте. Давайте. Я вам буду помогать. Михаил будет крутить. Это мое самое любимое детское дело. Ой, как хорошо. Помогать маме крутить фарш на кухне. Ой, сынок, крутите. Так. Ага. Так. Хорошо. А что кроме чеснока туда входит? Лимоны. Лимон. Вот четыре головки чеснока, четыре лимона. С кожурой? Да. Ох, вертеть не сегодня. Вертеть не перевертеть, Михаил. Но практикуетесь? Да. И туда же. Так. Лимон, это сериозно? Но весь получается. Да. Итак, лимоны мы тоже прокрутили. Да. Теперь. Что же дальше? Вот сюда складываем смесь. Складываем. Заливаем охлажденной кипяченой водой. Давайте, заливайте. Воды должно быть три литра вот на такую смесь. Так. Помешали. Закрыли крышечкой. Закроем сейчас. Обложили темной бумагой. Вот темный бумаг. Черный есть. Это зачем? Светонепроницаемое. Чтобы все процессы шли правильно. Поставили в тумбочку. И убрали. И в тумбочку. Ну, хорошо, конечно, и темным тоже прибрать. Хорошо. И три дня настаивать. Через три дня уже можно пить. А по сколько пить? Пить по столовой ложке. Три раза в день перед едой. Вот по такой столовой ложке. Ну, давайте. Начнем с вас. Итак, друзья. Эксперимент. На канале Россия. Ведущий программы о самом главном. Ведет свое последнее шоу. Нет, нет. Не бойтесь. Можно, да? Можно, можно. Ну, вкусно ведь. Еще хочется. Нет, ну не до такой степени, конечно. Но на самом деле чувствуется вода и чеснок. А лимон? Лимон, ну так. Ну что ж, давайте разбираться, помогает ли чесночная настойка от атеросклеротических бляшек. Вы привезли нам результаты своих обследований. И два месяца назад по результатам обследования размеры атеросклеротических бляшек составляли 3 миллиметра. Сейчас мы попросим нашего специалиста, Михаила Александровича Колгана. Врача ультразвуковой диагностики провести повторное обследование. Хорошо. Это не страшно. Хорошо. Михаил Александрович, мы вас приветствуем. Прошу вас, давайте посмотрим. Давайте пройдем, посмотрим. Уменьшились ли бляшки или нет? Что вы нам скажете, Михаил Александрович? Ну, здесь мы применили еще и цветовое картирование. Так. И видно, что при помощи цветового картирования можно посмотреть токи крови. И видно, что в артериях бляшки, которые были, они также и остались такого же размера, мы померили. Но ток крови не нарушен. Тут, в общем-то... Размер такой же? Размер такой же. А размер-то такой же? Размеры бляшек не изменились. Без динамики заключили. Печально. Без динамики. Как два месяца назад было 3 миллиметра, так и сейчас 3 миллиметра. Это не печально. Это просто метод, который вам посоветовали друзья, а не врачи. Ну что же, обследование закончилось. Возвращайтесь к нам. Сергей вам сейчас все объяснит. Спасибо, Михаил Александрович. Спасибо вам. Присаживайтесь. Ну, на самом деле... Ну, не надо грустить. Это... Да, ну, не весело, конечно. Это предсказуемо. Все дело в том, что, к сожалению, но до сей поры медицина не знает ни одного средства, которое бы растворяло холестериновые бляшки. Если бы чеснок обладал такими свойствами, его давно бы уже приняли на вооружение, и в каждой аптеке продавалась бы чесночная настойка. Но, но, кое-что позитивное у вашего курса приема чесночной настойки, тем не менее, есть. По результатам обследования, по результатам биохимического анализа крови, два месяца назад уровень холестерина у вас в крови был 7,2 ммоль на литр. Да. Анализ крови, который мы у вас взяли до начала программы, показывает, что сейчас у вас уровень холестерина 6,1 ммоль на литр. Ну, слава богу. Ну, слава богу. За счет чесночной настойки? За счет чесночной настойки. Дело в том, что вещества, которые входят в состав чеснока, это прежде всего лицин, они действительно приводят к снижению уровня холестерина. Хотя, должен вам сказать, что это не настолько эффективно без соблюдения еще и соответствующей диеты. Если бы эти два месяца вы бы еще соблюдали диету с высоким содержанием растительных масел, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты, если бы эти два месяца вы бы употребляли продукты, богатые клетчаткой, например, отруби, то уровень холестерина снизился бы еще больше, и эффект этот был бы значительно дольше. Ну, плюсы же есть. Есть, но плюсы есть. Это еще не все свойства чеснока, о которых мы с вами должны знать. Предлагаю вам проследовать на викторину и узнать о чесноке больше. Вы готовы, Любовь Ивановна? Готова. Прошу вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы хотите пересмотреть выпуски программы о самом главном, или обратить внимание своих родных, друзей и близких на темы, которые мы обсуждали, смотрите нас на сайте. Тройное W.главное.ру.тв.ру Ну, а мы продолжаем разговор о самом главном. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы должны говорить о чесноке. Любовь Ивановна, перед вами две кнопки. Красная кнопка – это ответ «да». Средний ответ «нет». Вы отвечаете «первый». И ваши ответы комментирует Альфред Равильевич Богданов. Следующее отделение в сердечно-сосудистой патологии. Клининг института питания и рамок. Книдат медицинских наук. Наш постоянный эксперт. Итак, первый вопрос. Чеснок обладает противораковыми свойствами? Да. Да. Нет. Водка. К сожалению, увы и ах, недавние исследования, которые провели, показали, что антиканцерогенным действием чеснок, к сожалению, не обладает. Хотя ранее считалось, что такое действие у него есть. Тем не менее, массивные исследования, которые провели, показывают, что всё-таки как профилактическое средство он ещё может использоваться, но прямого противоракового действия у чеснока нет. Исследования не подтвердили ожиданий по поводу противоканцерогенной активности чеснока. Следующий вопрос. Чеснок защищает наш организм от микробов. Ну, вы знаете, вот, например, заболел человек, ну, загрипповал, затемпературил, то мы вешали ожерелье чесночного вот так вот на грудь, чтобы отпугивало всех микробов. И это помогало. Подождите, а уже грипп, уже грипп, что отпугивать? О, всё равно отпугивает. Второй человек в семье уже не заболевает, понимаете? Атмосфера чистая становится. Да. Ну, по поводу того, что чистая атмосфера, когда у человека на шее висит вязанка чеснока, это, конечно, вопрос. А вот что защищает организм от микробов чеснок, так это чистая правда. Были проведены исследования, экстракт чеснока проверяли, и выяснилось, что экстракт чеснока в течение час убивает до 93% стафилококков в культуре. Да, а в течение трёх часов полностью уничтожает сальмонелл. Ну, следует отметить, что после термической обработки эти свойства снижаются значительно, поэтому всё-таки это свежий чеснок должен быть. Да, мы свежий вешали. Следующий вопрос. Чеснок полезен для пищеварения? Вот я считаю полезен, потому что, вот, употребляя чеснок, видимо, увеличивается количество выделяемой кислоты или что скажется в желудке. И ферментов, причём. Да, ферментов, да. Отвечаете? Да. И вы совершенно правы. Потому что, действительно, чеснок не только усиливает секреторную активность желудочно-кишечного тракта, он также ещё и препятствует развитию патогенных бактерий в кишечнике. И, тем не менее, такие заболевания, как язвенная болезнь желудка, желчекаменная болезнь, то есть те заболевания, которые могут обостряться при приёме острых компонентов пищи, к которым, безусловно, можно чеснок отнести, вот, они являются противопоказанием. Поэтому здесь всё-таки нужно осторожно. Прекрасно. Ну, и нас волнует очень этот вопрос. Чеснок улучшает ли потенцию? А как я могу сказать? Как у вас в Радужном с... С рождаемостью. С потенцией. У нас в городе отличная рождаемость. Чеснок все едят? Все едят. У всех участки садовые. И все его выращивают. Напрашивается какой-то вывод? Я считаю, что полезен. Напрашивается вывод, чем вы занимаетесь на садовых участках? Всем занимаемся. Чеснок самосея для создания детей. Отвечайте. Правильно. И это действительно так. Есть такое вещество. В чесноке было обнаружено цистеин, который влияет действительно на потенцию. Эффект обусловлен основным тем, что происходит расширение венозной системы, и таким образом это благотворно влияет на потенцию. Ура! Любовь Ивановна. Да. Ну вы дважды молодец. Во-первых, вы молодец, что вы к нам приехали. Во-вторых, вы любите чеснок и являетесь примером для многих. Спасибо вам большое. Приезжайте еще. Всему Радужному огромный от нас привет. Спасибо. Спасибо вам. Прошу вас. Ну а сейчас один исторически интересный факт. Великая певица Анна Герман так обожала чеснок, что она устраивала на гастролях чесночные вечеринки. То есть после концерта она приглашала там свой номер или к себе домой друзей. И они разговаривали о театре, о музыке, о моде. И ели такие маленькие бутербродики из белого хлеба, который был немного обжарен, с долечками чеснока. Да. Некоторые музыканты из группы Анны Герман после этого жаловались на боли в желудке. Только Анне Герман было все нипочем. Вот такая преданная любовь к чесноку. Была рубрика про Дубня.